Горожане жалуются на плохое освещение, а иногда и вовсе его отсутствие. Тем временем, по данным ГИБДД, причиной 16 дорожно-транспортных происшествий в текущем году стало неосвещенные улицы и дворы. Отметим, что из общего числа аварий лишь одна произошла в Якутске. Остальные в пригороде, Динамском, Покровском и Маганском трактах. Кто занимается установкой и обслуживанием уличного освещения в Якутске, разбирался Евгений Тайтонов. Муниципально-унитарное предприятие «Горсвет» обслуживает и поддерживает работоспособность 12 тысяч светоточек в Якутске. Здесь 10 тысяч опор, более 300 километров питающих линий. Любая неисправность уличного освещения в черте города поступает через автоматизированную систему в диспетчерскую службу. На этой линии пофазно распределены светильники. Это вот каждый светильник. Показывает его качество работы лампы. Зеленый – это отлично. Желтенький – это уже менять надо. Вот две лампы, которые в коротком КЗ. Это обрыв перегорелой лампы. Мы принимаем заявки от населения. Оперативно-выездная бригада выезжает, выявляет неисправность и передается эта заявка в ремонт. До конца этого месяца предприятие планирует заменить на новые около 100 опор уличного освещения. А вот на установку новых осветительных столбов на тех участках, где их нет, деньги не выделяются. Тут предприятию приходится находить альтернативные варианты решения вопроса. Где проходит реконструкция главстроя, там если хорошие опоры, мы их выдергиваем, земли пропарим. И устанавливаем на участках, ну как бы это за счет мобгорцвета. Вот мы осветили улицу Можайского два года назад, дом Архи довели, улицу Тургенева тоже своими силами, улицу Якова Петерса, там 20 опор поставили. Вот такими средствами за свой счет, где наиболее проблемные участки, стараемся тоже городу помогать. Сейчас идет плановая замена столбов внутри дворовой территории дома номер 4 дропа 1 по улице Чернышевского, на замену которой сами жильцы написали заявление в Горсвет. Вечером как бы очень недостаточно освещенность бывает, поэтому мы писали заявление. Все-таки наши заявления как-то город реагирует, не просто так оставляет, а именно вот планово по кварталам данные работы ведутся. Включение и отключение установок наружного освещения проводится в соответствии по графику. Усмещение идет по пятидневной декаде в зависимости от изменения светового дня. Сейчас они включаются по городу в полшестого вечера и отключаются в 6 часов 30 минут утра. Евгений Тейтунов, НВК Саха, Якутск.